На территории 46-й школы появилась Еловая аллея. Прокуроры и школьники высаживают деревья в честь Николая Баженова. Он был участником Великой Отечественной войны, был ранен. В послевоенные годы более 10 лет служил прокурором Куйбышевской области. Затем был первым заместителем генерального прокурора СССР. Принимал активное участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Мы хотим, чтобы молодые граждане Самары и Самарской области спустя года, десятилетия, приходя сюда со своими детьми, внуками, а может и правнуками. И кто-то скажет, что в 22-м году мы посадили эти замечательные деревья. И всегда память об этом человеке будет в сердцах каждого из нас. Открылся в школе и музей в честь Николая Баженова. Здесь представлены подлинные награды, документы, фотографии и форма Куйбышевского прокурора. А также фотоаппараты, хобби Николая Александровича. Уникальные вещи музею подарили члены его семьи. Боевые награды. Это самое дорогое, что может быть, которые сохранились столько лет. И самое главное, что их будут видеть люди, дети, будут интересоваться. И здесь они будут в полной сохранности служить для памяти вновь приходящих детей. И их детей потом приходящих. Это намного лучше, нежели они будут находиться у меня просто дома. В самой школе еще осенью было присвоено имя Николая Баженова. Как отмечает директор учреждения, теперь на учениках лежит дополнительная ответственность. Ведь на всех соревнованиях и конкурсах они прославляют имя известного прокурора. Нужно хорошо учиться, нужно быть активным в этой жизни, принимать участие в различных мероприятиях, патриотической направленности, защищать честь своей школы на городском, на областном и даже на всероссийском уровне, как нам это удалось в этом учебном году. И свои победы мы посвящаем тоже нашему замечательному герою Николаю Александровичу Баженову. Попасть в музей по предварительной записи может любой житель Самары. Экскурсии будут проводить и для учеников других школ. Для этого подготовлены гиды, которые расскажут о жизни героического человека. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.